Денис, у нас, как обычно, время для твоего спикерского не ограничено. Как даст высшая сила, но единственная просьба после окончания спикерского, пожалуйста, ответь на наши вопросы и, с Богом, микрофон твой. Всем привет, меня зовут Денис и алкоголик. Добрый вечер. Это мой первый опыт в скайп-группе, в принципе, вообще, я никогда не доводилась, меня знаю, что не есть, но я вот впервые на такой группе, потому для меня это немножко новое, я волнуюсь, вы меня сразу извините, если я буду делать что-то не так, как-то не так там, нажимать не туда или как-то не так себя вести. Я вам очень благодарен за такую возможность, для меня это большая честь, делиться опытом. Я искренне надеюсь, что это кому-то будет полезно. Я постараюсь не быть нудным спикером, потому что я не люблю сам нудных спикеров. Итак, меня зовут Денис, я алкоголик. Моя домашняя группа Альтернатива в городе Батьям, Израиль. Я трезвый на сегодня 3 года 7 месяцев, 14 дней и все это благодаря выполнению программы «12 шагов», посещению собраний и выполнению рекомендаций Морик Спонсора. Своими силами ничего бы этого не произошло. Примерно в октябре 2012 года, ну вот в это время, где-то в эти дни, я точно не помню, потому что я был в запорах один за другим, я попал на собрание A. Этому предшествовали там, да, всякие события, но одно из них у нас есть тут система реп-центров. Это не система, это частные реп-центры, не финансовые, как-то коммерческие. Вот, и я в один из них такой уже приплелся, потом я пришел там три или четыре дня трезвый, трясущийся весь, там, желтого цвета от того, как я употреблял, да. И на входе там железная дверь, она такая с лязгом за мной закрылась. Железная как, ну, тюремная система. Это реп-центры на территории психушки находится. Вот, и когда эта дверь за мной щелкнула, вот, наверное, в этот момент я обрел, так сказать, готовность, дно понимания, что меня, чтобы остановить употребление, надо закрыть за железную дверь к замку, да. Во мне там что-то щелкнуло внутри, я сказал, нет, все, отпустите меня, я пойду, да, искать другой выход. И о том, что найденные алкоголики существуют, я знал, я учился, я начну, да, немножко биографическую часть свою расскажу. Значит, мне на сегодняшний день 40 лет, я с Украины. Насколько я понимаю, да, ну, обычная средняя украинская семья, 80-е, 90-е годы, все вот эти, да, там, все, ну, да, все мы из одной страны там жили, все это понимаем. Ну, насколько я понимаю, я думал, что это какое-то у меня особо трудное детство было, там, да, но я на сегодняшний день понимаю, что оно у всех было одинаковое, да, вот люди моего примерно плюс-минус возраста, мы все жили в одних примерно условиях. Значит, я рано уехал из семьи, и дому. В 17 лет я, ну, вот школу закончил и поехал учиться в другой город. Значит, я был уверен, что мне уготовлена какая-то особая судьба, я какой-то талантливый, да, я, я не пойду учиться в тот вуз, куда все пошли учиться, я не буду, я не стану в ряды этих там тружеников на завод, я поеду искать. Я не такой, я другой, я лучше, да. Значит, я закончил Киевскую высшую школу милиции, закончился отлично, с красным дипломом, закончил ее, специальность моя называется психология, практическая психология, да, и в 20 лет, в 21 год я закончил ее с отличием, то есть там быстро, красиво, молодой красивый офицер, и я, ну, меня переполняло просто чувство гордости, чувство там какой-то успешности, и я вообще, ну, я просто был уверен, что я, ну, дальше только взлет, дальше только вверх, как говорится, да, вот. Ну, я могу сразу сказать, что комфортно, я некомфортно себя чувствовал и в молодости, и в детстве, и все время как-то вот не по себе везде было, я никак не мог найти своих, то, что называется, да, то есть мне, тут пацаны под гитару поют во дворе, мне с ними не, ну, как-то некомфортно, тут пошли там траву курить за гараж тоже, я там раз попробовал, мне не нравится, тут пошли на тренировку с подзала, я с ними, но тоже неинтересно, то есть я хожу, но я только для того, чтобы, как говорится, мне выбиваться из стада, из стаи какого-то, я никогда не, ну, не было мне комфортно в этих всех, в этих всех ситуациях, и мне казалось, что вот это какая-то несправедливость, да, что я весь такой особенный, я живу в этой, там, серой, в моем понимании тогда, в Украине. Вот, я зачем начал рассказывать об образовании, что тогда уже, у нас, я изучал наркологию, я тогда изучал психологию, изучал, да, и тогда, ну, нет, то есть я уже 20 лет знал, что это алкоголизм, и знал, что это не лечится, знал, что нет методик, у меня был прекрасный профессор нарколог, который очень много этому лет посвятил, и, ну, вот, это неизлечимо, да, если ты алкоголик, именно, да, то это неизлечимо, я как-то жил с этим знанием все время, и когда я понял, что пью не нормативно, в последние лет 15, наверное, да, мне эта мысль стала закрадываться, у меня, у меня это посеяло легкую панику, то есть я как-то понимал, что я, видимо, пошел по той дорожке, по которой, да, я на самом деле не ожидал, что я пойду, но до паники было еще очень долго, алкоголь был той силой, которая, выпив, я мог участвовать в любой драке, да, 80-е годы, улица, постоянно там сходки, стенка на стенку, там, сшибание сигарету у одиноких прохожих, мне, чтобы это участвовать в этих молодежных развлечениях, мне надо было выпить, трезвый я не мог это делать, я страшно боялся, танцы, городской парк, да, чтобы подойти к девушке, там, танцевать, общаться, мне надо было выпить, первый раз я выпил, я помню этот день, потому что это день гибелицор, это было, если я правильно помню, 15 августа 91-го года или 90-го, 90-го года, вот, и мне тогда было 14 лет, мы напились уже сразу, да, первый раз, когда я выпил, я сразу напился, и напился до тошноты, до скандала дома, но в первый же раз я понял, что это какое-то чудо, это какой-то источник счастья, какого-то мимолетного, потому что оно было и скользнуло, перешло в тошноту и, там, да, валяние, там, на газоне в белых штанах, но счастье есть, я это понял, да, оно мне себя показало, вот, с тех пор, рано, ну, так или иначе, я старался выпивать, настолько, насколько я мог, да, то есть, любую возможность выпить, я старался использовать, будучи школьником старших классов, у нас было разливное пиво, но не было, но не было во что это купить, да, и вот мы покупали это в полиэтиленовые пакеты, то есть, я, идя в школу, улыбался по полиэтиленовым пакетом, мы их два один в один надо было вложить, потому что, там, 3 литра пива не выдерживает один пакет, откусывался уголок, это называлось ассатиспу, и мы вот с угла это дело, там, пили, будучи школьниками, да, самые крутые парни у нас ходили с канистрой 10-литровой, то есть, в школе канистры пряталась под парту, на переменах мы, там, пили, я сейчас понимаю, на самом деле, у меня дочке 15 лет, да, я вот с ужасом думаю о том, что я ее очень оберегаю, там, да, девочка, девочка, там, туда не ходи, сюда не ходи, там, а сам уже сам понимаю, что я в то время уже курил бычки, подбирал их на остановках, и вот пиво пил из канистры разливное, да, ужасного качества, надо сказать, вот, и все это так бы и продолжалось, да, это мне давало силу, раскрепощало меня, я был уверен, что алкоголь это неотъемлемая часть мужской жизни, это вот моя какая-то черта, черта меня как мужика, да, что мужик должен, там, ходить в джинсах, да, там, быть мускулистым, уметь дать в морду и хлопнуть стакан водки, вот, я хлопнуть стакан водки, я до последнего дня не научился, я не мог его выпить, мне, ну, не нравилось мне это, и даже будучи уже сильно, там, пьющим, да, вот это, отсутствие этого навыка у меня меня расстраивало, ну, это так, вот, но речь не об этом, значит, мы приехали в Израиль в 99-м году, вдвоем с женой, мне это показалось каким-то открытием новых возможностей, да, все, все передо мной открыто, я все могу, я живу на берегу моря, да, все прекрасно и удивительно, и все, что я не делал в Израиле, все работы, на которые я устраивался, постоянно был фоном алкоголь, постоянно, то есть, ну, наверное, не дня, тут так получается, что уровень жизни, да, позволяет выпивать ежедневно, то есть, ну, не надо какие-то особые сбережения иметь, хотя, я думаю, наверное, сейчас уже без деток, ну, в молодости мои, но кри, я на алкоголь надо было копить, надо было собирать-то пару дней, чтобы выпить, да, а тут как-то это все было очень доступно, жене это особо не мешало, потому что я, ну, не было разговоров, типа, ты подтормаживай иногда, и, то есть, банка пива в машине в подстаканнике, банка пива, утром мы идем на пляж, там, с женой, потом уже ребенок родился, все время алкоголь присутствовал, да, так или иначе, когда больше, когда меньше, я иногда напивался так, чтобы мне утром было плохо на следующий день, но это было иногда, да, и так прошло, наверное, вот сколько, да, лет 15 это прошло, лет 12, и пропорции, пропорции, количество удовольствия, и количество негативных последствий алкоголя, то есть, негатив стал все больше и больше проявлять себя, да, появились неприятные диагнозы, все больше тошнота стала меня преследовать, стали там какие-то головокружения, мне все чаще вставать по утрам, по утрам стало тяжелее, все чаще мне надо выпить с утра рюмочку там, да, или баночку, чтобы выпить, чтобы выйти на улицу, и уже лет 10 назад я вот уже попал первый раз под капельницу, да, то есть, здесь есть система таких, госпитализация в течение дня, да, то есть, утром пришел, улегка, там, у тебя ложа под капельницу, вечером тебя отправляют, вот, и вот я впервые попал, лет 10 назад я попал впервые в такое вот место. Мне казалось это, конечно, напряженно, ну, типа, ну, нифига себе, да, но я понимал, точнее, я думал, что вот наступят какие-то определенные обстоятельства, наступит какой-то день, наступит какая-то вот что-то значимое, и я брошу пить, да, вот наступит что-то, вот, 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 когда надо будет, вот тогда и брошу, пока не надо, да, скандалы дома, конфликты, конфликты, там, на работе иногда, проблемы, там, с детьми, в чем проблема? Проблема в том, что у меня нет терпения, у меня нет терпения, мне все раздражает, все мешает, ребенок, отойди, не лезь, ты не видишь, я отдыхаю, для того, чтобы спокойно пережить субботу, это наш выходной, да, из Альки, значит, я оставался встать пораньше и выпить, чтобы к тому времени, когда в субботу проснется вся семья, и дети выйдут на кухню, часов, скажем, да, там, в 9-10, я, во мне уже там, грамм 300 внутри плещется, да, в этом состоянии я готов свою семью воспринимать, точнее, мне уже все равно на нее, да, мне же пофиг, что там они хотят, куда они, какие у них там, это мне уже по барабану, да, я уже бухнул. С женами делала замечания постоянно, да, она жаловалась там своим родителям, моим, я там, она лекции читала, отрыпала нервы, как говорится, но мне это мало волновало, я говорю, что ты, все так живут, успокойся. Вот все так живут, я искренне в это верил, да, я искренне верил в то, что все действительно так и живут, что все побухивают, все пьют какие-то колеса, все, там, курят траву, наверное, да, там, кто в большей степени, кто меньше, то есть все так или иначе, жизнь же трудная, у всех одинаково, да, и все так или иначе, ну, как-то себя, так сказать, расслабляют. На сегодняшний день, вот уже, там, да, более чем 3,5 года трезвие, я вижу, что нет на самом деле, что это было неправда, на самом деле никто так не бухает, как я бухал, ну, вот, массово, да, я говорю, что все такие, ну, нет, не все такие. И все пьянки, вот все, когда собираются компании, давайте, давайте, бегание за водкой, бегание там за добавками, я на сегодняшний день вижу, что это все был я всегда инициатором, то есть я на сегодняшний день попадаю в те же компании, которые там активно пили, да, активно бегали, всегда был инициатором я, всегда был тот, который наливал, который говорил, давайте, что вы сидите, давайте я схожу, да вы не переживайте, да ладно, что вы, ну, то есть я всегда был источником вот этого безумия, застолья вот этого, да, потому что на сегодняшний день эти же люди пьют не так, как пили, когда я бухал. Значит, я расскажу вам, как выглядел мой день 5 лет назад, да, вот, не день, а как я, что было типичным характером, значит, меня научили предыдущие, что вот, я не очень любил рассказывать на спикерских своей личной истории вот эти подробности, но мне сказали, что надо говорить, потому что именно вот эти маленькие детали, они и дают людям идентифицировать с тобой, да, помогают, значит, я обладал навыком, я мог вытащить деньги из кошелька у жены, так, чтобы она этого не заметила, для этого надо кошелек сжать руками, так, чтобы не звякнул, пока она там чистит зубы или на кухне ходит, надо тихонечко, руки-то дрожат, да, трясутся руки, поэтому надо кошелек взять двумя руками, ладошками сжать его и швынуть соседнюю комнату, вытащить какую-то купюру, и кошелек придут на место, значит, я умел вытащить тихонько деньги из детской копилки, я мог так там, ну не мог, а я регулярно прятал алкоголь, да, у меня были банки там алкоголя, бутылки распрятаны, рассованы по всему дому, я знал, где, по нашему городу, где продаются какие алкоголь по скидкам, да, там 3 на 10, 3 на 15, где, где мне могут на запиши налить, и это вот был мой навык такой, да, я знал, что можно по-быстрому стырить и продать, да, то есть, я работал в то время в гараже, это не гараж, это система автообслуживания такая, я был, ну, у меня была машина, я выезжал на, так называемый дорожный спасатель, да, который приезжает, машина не заводится, не едет, я приезжал, вот оказывает первую помощь на улице, на дороге, я знал, где быстро подать аккумулятор, я знал, где быстро пошабашить кому-то там радио, толкнуть налево-направо автомобильное, да, какие-то там лампочки, дворники, то есть, у меня в эту сторону работала голова, не просто работала, это был смыслом моей жизни, потому что мне постоянно нужен был источник денег, и я никогда не старался не тащить из дому, это было какое-то правило, то есть, алкоголик это тот, кто несет из дому, это тот, кто украл картину и пропил, тот, кто взял 12 томов трудов Ленина и продал их, пробухал, да, это вот алкоголик, значит, автоматически, если ты из дому не тащить, значит, ты не алкоголик, это вот так мне говорила моя голова, вот, то, что алкоголь занимает значимое место в моей жизни, если не основное, да, я, ну, уже, как говорится, видел, если я куда-то шел, вот вы, если вы видели меня 5 лет назад, идущего по улицу, да, то я, скорее всего, шел либо за деньгами, да, чтобы выкупить бухло, либо я шел уже пить, либо я уже выпил и иду домой, ну, что вряд ли, я шел домой, когда уже, там, до ночи, за полночь, либо я иду что-то где-то продать, либо я иду, ну, то есть, я просто так не ходил по улицам, да, я редко шел за хлебом, я редко шел забрать ребенка из садика, там, или школы, я шел, скорее всего, мои все дела были связаны с бухлом, с употреблением, значит, я имел довольно смутное представление, где школы моих детей, они, там, начиная с первого класса, с шести лет, они, там, оба ходили сами в школу, я не ходил на родительские собрания, а если и заставляла меня, жена, там, требовала, подключала меня к какому-то процессу, то я только выпивши шел, она говорила, тебя воняет, ты бессовестный, как ты, ну, ты что, с ума сошел, я от почерва, да, я, ну, я подогон просто не мог, мне все было дискомфорт, мне все было перегруз, эти люди вокруг, эта школа, это долбление мозга, да, это ваш ребенок, ба-ба-ба-ба, это при том, что у меня хорошие дети, их в основном хвалили, да, то есть, их в основном хвалили, благодарили, там, спасибо за воспитание ребенка, там, она молодец, там, дочка и все такое, да, но меня это парил сам факт, вот, да иди-ка вот, слушать меня это жутко, ну, не любил я это, значит, трезво я не мог пойти, там, ни в банк, ни в какую-то, там, социальную организацию, не, ну, это было все слишком для меня, чтобы, да, вот, мне надо было выпить в любой ситуации, значит, если бы меня спросил, спросили, как у меня дела в тот момент, да, вот, Денис, как у тебя дела, значит, ну, до 12 утром, я вообще не отвечаю на такие вопросы, потому что я еще, еще меня всего трясет, после 12, да, там, после часа двух, я уже скажу, да, все отлично, классно, все отлично, если бы спросили мою жену, она бы сказала, у него целост печени, у него давление высокое, его четыре раза забирала скорая помощь, он ходит на работу с промежутком 10 дней на работе, там, 10 дней лежит дома, с ним не разговаривает, там, половина родственников, он никакого участия в семейной жизни не принимает, то есть он ни с детьми не занимается, ни бытом, там, ничего, я никогда не знаю, да, принесет там деньги, там, не принесет, и сколько из этого останется, сколько из этого, то есть никакого контроля за расходами, значит, ну, позже у меня заберут кошелек, то есть у меня редко были наличные, у нас были кредитные карты, ну, сейчас они есть, а в то время у меня жена просто отняла мою кредитную карту, сказала, ты заколебала, дед нафиг, да, вот, и вот так были мои дела, то есть то, что мне нельзя было пить по медицинским показаниям уже лет, года три или четыре, да, то есть я принимал на постоянной основе таблетки от давления, мне бесконечно тошнило, и, ну, все говорило о том, что надо завязывать бухать, но я, не получалось у меня, мне не получалось бросить пить по одной простой причине, что как стоило мне остановиться, и через два-три дня трезвость становилась невыносимая, то есть я реально насобирать 10 дней трезвости не мог, потому что я начинал жутко страдать в трезвости, меня накрывало ужасное раздражение, недовольство, я ходил и бешеный просто думал, все мне мешает, все, машины не так ездят, люди некрасивые, жарко, работа ужасная, жена не такая, какие-то они тебе фильмы смотрят, дом не тот, все не так, все, да, вот, помни, вот, как волк, как этот, не волк, а, как тигр в клетке, да, мечется по квартире, бахнет чуть-чуть, вроде, фух, легче, не получалось никогда чуть-чуть, получалось, вроде, бахнет чуть-чуть, демонстративно, ну, иди уже выпей, жена говорила, да, что с тобой заколебал-то, идешь демонстративно пьешь одну банку, и еще три спрятанные по квартире, там, пивные, да, где-то еще чекушечка спрятана, и так, чтобы не видно было, и вот в этом состоянии, да, вот я вот, вот это мне мешало бросить пить, потому что я понимал, что такой трезвости я не хочу, я не хочу, вот, ну, я понимал, что бросить пить, это значит вот так вот жить потом, да, и, ну, я с ужасом думал об этом, что, если я буду пить, это вот так вот, ну, вот это то, что будет, да. Возвращаясь к рассказу о железной двери, которая закрылась за мной, да, я понял, что, ну, надо что-то делать, на счет этого предшествовали очень тяжелые запои, очень тяжелые выходы, я на уровне физическом ужасности очень чувствовал, очень, меня бесконечно тошнило, я там по три дня не мог с постели встать, я ползком по квартире передвигался, да, я там, рука так тряслась, у меня отец много пил в детстве, ну, в моем детстве отец много пил, я не знаю, был ли он алкоголик, он уже умер, вот, но он много пил, и я видел, как он иногда пьет на каких-то семейных торжествах, левая рука поднимает рюмку, и я тогда не понял, почему левая рука поднимает рюмку, вот в 36 лет я уже знал, что правая поднять рюмку утром невозможно, да, рука трясется, и потому пьют левая, значит, я, как и мог, пытался там подтормаживать, пытался, я нашел сайт где-то в интернете о контролировании употреблении, вот так вот это называется, и там основная идея покупать маленькими емкостями, да, там пить под закуску, пить там по каким-то календарям, графикам и все такое, у меня это не получалось, то есть я искренне какое-то время пытался пить меньше, я пытался смешивать, точнее не смешивать, да, стараться покупать дорогие напитки, стараться не смешивать там водка, коньяк, то есть я вот четко прошел всю вот эту школу, да, виноградная основа, пшеничная основа, дистиллированный спирт, не дистиллированный спирт, продукты брожения, не брожения, пиво хмеш, там такое, пиво порошковое, то есть я все время, ну, мне казалось, что вот качество напитка что-то, что-то значит, что то, что меня тошнит и уколбасит, это, это пиво просто порошковое было, а потом я коньяком запил, потому мне плохо, да, или там водка надо покупать украинскую, а не местную, да, потому что они не умеют ее делать, ну и так далее, всякие, всякие самообманы, всякая иллюзия, которую я все, ну, я все искал способ, да, что вот, ну, причину, почему мне плохо, я заметил, что полнолуние часто, да, вот думаю, а, наверное, из-за полнолуния неплохо, из-за вот, ну, вот мои вот эти выходы из алкоголя, да, вот эти, а, это с полнолунием связано, а, это связано, наверное, там, с давлением, там, температурой, ну, в общем, я, я искал причину вовне, не в себе, ну, на сегодня я понимаю, да, что это все будет. Один из таких штрихов, да, чтобы вы поняли, да, насколько я был уже разрушен алкоголем, я уже несколько лет, там, может, пару лет просыпался в 4 утра, трясущийся, то есть, ну, я накануне, я вечером пил так, чтобы уже отключиться, у меня день заканчивается часов 5, да, где-то часа в 3-4 я уже ничего не соображаю, я уже выпил, там, определенную дозу, приполз домой, я не, не ходил в никакие компании, я не пил никогда никаких застольев, кафе, ресторанах, мне, ну, я, я шел к себе в комнату, я шел в комнату, закрывался, жена спала в 2-й комнате, давно уже, да, я закрывался в комнате, напивался и уросал, там, да, проваливался в сон, и часа в 4 включался, ну, вот, раз, приходишь в сознание, трясет, липкий, липкий, тошнит, идешь, ползешь где-то в темноте, стараешься ничем не греметь, никого не разбудить, начинаешь, там, вроде водичкой, да, или, там, каким-то алкоголем выводить из себя, и это на работу, там, только часов в 7 вставать, да, еще черти сколько доработает, надо как-то дожить до всего этого, вот, и, вот, я слышал радио, вот, за окном играл радио, да, я его слушаю, там, радио меняются передачи, меняются ведущие, рекламные паузы, я его слушал на протяжении нескольких месяцев, да, я к нему привык, я знал, что оно есть, я никогда не задумывался, что это за радио, почему его слушают ночью в 4 утра, да, то есть, ну, я думал, в окно играет, там, соседи, музыка слышно, и как-то в одной из ситуаций жена, мы, то ли было рядом, то ли проснулась, то ли, ну, как-то вот, я помню, что, блин, радио там заколебало, достало, она говорит, какое радио, я говорю, ну, вот, слушай, она говорит, нет, нет ничего, я говорю, ну, как же, вот-вот, сейчас песня играет, она говорит, нету ничего, я говорю, ну, вот, сейчас послушай, вот, вот же, вот же, да, вот, вот, музыка, вот, сейчас пошла реклама, она говорит, нет ничего, тишина, ветер шелестит листьями за окном, и в этот момент меня накрыл холодный какой-то такой под понимание, что это, что это галлюн, да, что я допился до галлюцинации, я, вот, такой ужас, как я испытал, вот, от этого, да, казалось бы, такого факта небольшого, вот, довольно шок, ужасно, я, по-моему, не пил там дня три после этого, да, я думал, нифига себе, это уже, это уже действительно какой-то вот звоночек какой конкретный, и вот серия таких вот запоев, да, вот такой образ жизни, жена, ну, потом я был выгнан из дома, я там, раз в несколько дней ночевал в машине, у меня отняли все карточки кредитные, да, что меня отняли, и у меня там, ну, да, не проявляйся дома, иди там, иди нахер, иди там, ну, исправь себя, и тогда ты, может быть, возвращайся, вот, и все это привело меня в Ай, да, привело меня на первое собрание Ай, там, где я, вот, войдя в комнату нашу, мы собираемся, такой, наша группа Домашняя Альтернатива, она по-прежнему моя домашняя группа, да, на которую я пришел первый раз, она собирается в таком молодежном центре, ну, ну, типа, как центр молодежного творчества, да, или как это правильно сказать, школьного типа такого помещения, класса, и там сидело, там, три или четыре человека, я туда приполз, значит, на тот момент я очень хорошо помню, вот, час шло собрание, я этот час высидеть не мог, мне настолько вот плохо было, мне настолько, мне вот, тошнит слабость, у меня вот такое ощущение, что все плывет, да, это про то, что я там трезвый был, ну, дня три-четыре, может быть, да, мне нехорошо, мне то в жар, то в холод бросает, то мне там, да, я высидеть час, мне очень тяжело было, я, там, мог на десять минут раньше встать, на пятнадцать, значит, я вообще не понял, у нас тоже, как у вас читают Преамбулу, Шагель, там, это вступление с пятой главы, я нифига не понял, я нифига не понял, потому что я, ну, я слышу, что слова, я слышу, что русские слова, я слышу, что говорят по-русски, да, какие-то там, мы бы поручили, там, трар-ля-ля, написали, но я не понимаю, о чём они, но я мне это, не нанизывается мне это в смысл какой-то, да, не как-то, вот, не русский язык это как-то, ну, слова лишённое смысла, да, Но потом, когда ребята начали говорить, у нас принято встречать новичка в своей истории первым шагом, да, и когда начали говорить о себе, я вдруг понял, что я не один такой, что есть еще люди, которые вот так же пили, просыпались по утрам, воровали деньги, допивались до таких вот прохмельных ситуаций, до ворования денег, до вот этого чувства, до сумасшедшего чувства одиночества, которое, я вот в последнее время, живя в доме за меня детьми и женой, ходя на работу, там 300 сотрудников фирмы, а меня одиночество кроет и понимает, что у меня как будто коннектор сломан, я не могу ни с кем, ну, мне ни с кем не хорошо, мне не комфортно, мне ни с кем, мне ни с кем не такое, это даже не то, что одиночество, я чувствую отстранение, я сам, ну, не хочу ни возле кого быть, я все, не хочу ни с кем оставаться рядом, вот, и тут я вдруг нахожу людей, которые говорят об ну, такое же, да, такие же вещи говорят. И вот это первое, что я испытал на группе, на первой своей, это сумасшедшее чувство облегчения. Вот я впервые, вот то, что я вам говорил, с детства не мог найти своих, вот я впервые нашел своих, я понял, блин, еще есть такие же, как и я. Потому что мне казалось, что вот тот молодой парень, уникальный краснодипломник, молодой офицер, талантливый, весь такой особенный, потом, когда этот чувак допился до того, до чего допился, то мне казалось, что моя особенность, это и есть мой враг, мой приговор, да, что для таких особенных нету, нету лечения, нету выхода для таких особенных. Потому, ну, мне, что мне говорило о том, что я пью как-то ненормально, да, то, что мы там могли пить втроем четвером где-то, и потом все вставали и шли на работу, а я оставался один дома, лежать и прокмираться, да. Все там, ну, все выпили там две бутылки втроем, да, там, и, а я, давайте еще, все говорят, да ты за сумасшедший, хватит, мне надо. Я говорю, нет, как не надо, надо, да, и я мог сесть в машину, у нас после детства алкоголь не продают. Я садился в машину, ехал в аэропорт уже бухой, да, чтобы там пить, потому что в аэропорту 24 часа в сутки работает, работает кафе в отлетной части, и оно жутко дорогое, но мне было все равно, да, я пил, вот там, да, пока мог, и потом, ну, ну, у меня ничто не, не то, что ехать за рулем, ничто бы это не останавливало. Ну, вот, да, и вот я впервые нашел своих, вот с таким способом употребления, вот такой вот так пьющий, да, я видел, что есть еще такие люди, которые говорят о том же, о чем я, да, то, что я скрывал. Это первое. Второе, что я услышал, меня жутко мучило, что я какой-то врод, да, что я какой-то бесхарактерный, то есть вот эту фразу, да, мужик хочет, не пьет, там, да, сила воли, ты же мужик у тебя же дети, тебе есть ради чего не пить, возьми себя в руки... Врач мне особенно говорил, у тебя такое давление, у тебя там ожерение печени, у тебя там предутораниce состояние, кля-ля-ля… Ты бы пил поменьше. Блин, как пить поменьше, как, ну, вот, пить, тебе есть ради чего не пить. Доктор, вы издеваетесь, ну, как? Ну, что ж, пить поменьше? Я не могу, я пью столько, сколько я могу выпить, да, сколько мне нужно. И вот тут мне сказали, ну, я услышал, что это болезнь, да, у болезни есть свои показания. Я сразу полез в интернет, да, я не поверил. Полез в интернет, нашел, действительно, болезнь находится в списке заболеваний международной классификации, да. Мне сразу стало легче, с меня сразу свалилось чувство, что я не виноват, это не вопрос моей силы воли, это не вопрос моих качеств, это не вопрос моих, это не вопрос моих каких-то, мои там психологии, моих заслуги мои, да, это не зависит от меня, да, то есть так как люди могли заболевают туберкулезом или там, я не знаю чем, сахарным диабетом. У меня есть знакомый здесь из Израиля, парень 18 лет заболел сахарным диабетом, потом именно заболел, у него не было, он дух, в нем, дух у него обнаружился, да, после армии, после стрессов. И парень живет с пейджером, инсулиновый пейджер, который делает ему инъекции. Ходит с ним на дискотеку, плавает там, в бассейне с ним на пляж ходит, да, то есть он смирился, он говорит, блин, ну это мое жизненно важное, да, моя штука, я не могу без этого. И вот я понял, да, первое, что есть такие же, как и я, вот они сидят, да. Второе, что это болезнь, это я не виноват, это не то, что я, если бы я сильнее терпел, или сильнее, там, включил свою мужественность, или сильнее, там, что-то делал, какой-то ресурс задействовал, да, я бы мог, я бы мог не пить. Нет, это болезнь, и никакая моя сила, да, мне бы не планировала остановиться. И третья мысль, которую я вынес из первой же группы, о том, что выход есть. Я еще не понял, какой выход, и я не понял, еще долго не понял, в чем выход, да, я еще месяца три ходил на группы, я думал, что это и есть решение, так как я наноситель каких-то штампов в голове, то есть мне казалось, что посещение групп, посещение встреч, да, вот это и есть лечение, это суть, суть лечения, это посещение группы. Вот я ходи, ходи на группы, это и есть твоя, и говори о себе, да, это и есть твоя терапия. Но это я забегаю наперед, а в тот момент я понял, что первое, я не один такой, второе, я, есть выход, да, есть выход из моей ситуации, и третье, это болезнь, я в этом не виноват. Это было три сумасшедшие новости, которые меня очень, ну, вдохновили, на самом деле. Вот то чувство, то чувство разбитости, потерянности, социальной ненужности, усталости от себя, вот полная, вот я настолько устал от себя, я иногда вот ребятам тут говорю, когда у меня какие-то, ну, я начинаю быть недовольным своей трезвостью, да, там, какими-то нюансами своей трезвости, я говорю, блин, я же раньше мечтал, чтобы меня просто не тошнило, я реально жил несколько, там, ну, лет, наверное, да, и меня все время тошнило, постоянно, да, то есть выпьешь, чуть меньше становится тошнота, да, там, и меньше, там, головокружение, потом опять больше, меньше, я мечтал, чтобы только вот это закончилось, мне казалось, я буду счастливым человеком, я уже не помню этого, то есть я это помню на уровне факта биографии, я не помню этих ощущений, да, мне же хочется там каких-то, ну, чего-то большего, как говорится, да, а на самом деле моя мечта сбылась, да, меня не уточнительные и не качаютные, вот, я стал ходить на группы, тогда была группа у нас раз в неделю, была молодая группа, значит, я сделал небольшое отступление, у нас в Израиле сообщество, на трех языках, ну, кончится сообщество, встречи проходят на трех языках, в разных местах, да, около 17 групп существуют, да, или, как правильно сказать, 17 мест встреч, да, по Израилю, они на разных языках, я пошел на русский, я мне пойти на встречи на Европе, мне почему-то даже в голову не пришло, хотя, ну, языком я владею, в принципе, вот, и я вот ходил на эти русские группы, но нас было мало тогда, да, вот, у нас группа была, там, по-моему, 3-4 человека сидела на них, вот, и я ходил на эту группу, ходил, перестал пить, собирал около трех месяцев трезвости, это было фантастика для меня, реально фантастика, то есть я, я, ну, больше месяца трезвый, у меня была такая мечта в употреблении, я где-то прочитал, что печень восстанавливается за 40 дней, то есть мне казалось, что моя проблема – это больная печень, потому мне так плохо, не потому что я бухаю, как не в себя, а потому что мне печень больная, и мне казалось, что я вот насобираю 40 дней, и печень восстановится, можно пить, я не мог насобирать 40 дней, я 10 не мог насобирать, я помню прекрасную эту мысль, когда идешь, там, да, думаешь, 7 дней, сколько это процентов от 40, ну, примерно, там, 30 процентов, ну, наверное, уже можно бухнуть, да, чуть-чуть, печень восстановила, да, а тут месяц, а тут 2 месяца трезвый, у меня реально, я реально выхватил эйфорию от этого, да, я трезвый, я могу, у меня получилось, ура, и я прекрасно помню утро, которое предшествовало моему срыву, как описано в книге, да, начиная, ну, там, в книге заканчивался солнечный день, да, у меня начинался солнечный день, обычный день, это было, там, по-моему, 1 февраля 13-го года, все было чудесно, все было прекрасно, ничто не говорил о том, что я буду пить, я уже не пил, я уже все было нормально в доме, ну, в том плане, что я уже понял, что выход есть, да, что я уже не пью, там, хожу на встречу, все нормально, и я остался дома, у меня там температура поднялась, остался дома, выпил, там, каких-то таблеток противорепозных, остался дома, лёг, да, там, в кровать, и тут я вспомнил, что в доме есть бутылка текилы, которую жена пила на Новый год, то есть 1 февраля, да, в бутылке месяц, я пошел, нашел ее, и подумал, что ничего мне не будет, если я выпью рюмочку маленькую, во-первых, я лежу дома, и никуда больше не пойду, я не пойду добавлять, а во-вторых, я уже 3 месяца трезвый, и, скорее всего, организм восстановился, в-третьих, у меня 3 дня или 4 выходных больничных, потому я смогу, даже если я выпью, я отлежусь, и я пойду, там, в-четвертых никто не узнает, в-пятых, только там, вечером жена придет, то есть у меня голова развела, очень красиво, рассказала мне, разложила всю мою историю, да, как-то сделать так, что никто не заметил, значит, я на полном серьезе собрался выпить рюмочку, у меня такие маленькие хрустальные рюмки, если я налил себе эту рюмочку, и за полчаса, наверное, 0,7 текилы, я выпил, не отходя, вот от кухни, да, как я ее открыл, на рабочей поверхности, вот этой кухонной, да, вот я открыл ее, налил, ну, она была открытая, я имею в виду, и вот я выпил ее полностью, не отходя, я не пошел, даже не присил, я не пошел, там, вот, да, как бы сделал нормальный человек, наверное, выпил, пошел бы легкий, еще бы телевизор, там, я не знаю, закурил бы, блин, еще бы, вот я залил ее в себя, я 0,7 залил в себя, вот, стоя на месте практически, и я пил, я принимал, я плюю, как в сухой песок, как в сухую землю, да, это в меня уходит, и я пошел сразу добавлять, да, вечером пришла жена, и она рыдала, она меня увидела, она плакала, значит, день моей трезвости, это 14 февраля 13-го года, я пробухал 2 недели, потом пил я дней 10, да, и дня 3 отползал, значит, буквально на второй день вот этого запоя, я сразу начал звонить братьям из России, я говорю, я пью, я сорвался, что мне делать, вы меня выгоните, ну, посоветуйте, ну, говорят, ну, выпил, кайфуй, ну, как бы мы не занимаемся теми, кто выпил, да, теми, кто выпил, это не к нам, мы занимаемся теми, кто хочет нас на сотрезвы, мы здесь, да, там, приходи на собрание, и я отлично помню, что я пошел бухой на собрание, я сел в машину, пьяный, поехал на собрание, я не смог бы зайти, мне так стыдно было, что я вот сидел пьяный в машине, плакал под входом, да, под зданием, я, жена жука строилась, ругала меня, она тоже, видимо, впервые поняла, что я, ну, насколько это все плохо, да, и опасно, и я каким-то сумасшедшим усилил, я тогда, в тот момент, я понял, что трезвость, ну, есть такое упражнение, берегите эту трезвость, следующей может не быть, я это всегда повторяю в реп-центре, когда мы ходим, и всем своим, кому я делал грандстый шаг, я это вынес из того запоя из последнего, я понял, что я не могу выграсти, я уже был трезвый, я уже знаю, где группы, я уже понял, что есть решение, а выграсти не могу, не могу выграсти из этого запоя, да, не могу становиться, хотя на уровне головы я все знаю, и вот я понял, что трезвость это не что-то, что очевидно, да, что не может быть гарантировано, несмотря на все мои знания, каким-то, каким-то там чудом, усилиями, я там, да, я тормознул и пришел опять на группы, и вот тогда я впервые стал задать вопрос, что же такое программа, в чем же суть нашей программы, и где взять спонсора, как я уже сказал, группа у нас была маленькая, на нашей группе ни у кого не было опыта прохождения шагов, и на русском языке у нас, по-моему, на весь Израиль был там один или два человек, кто имел опыт шагов, но я как-то я настолько испугался, что я решил искать кого-то сильным опытом, и я начал эту тему ворошить, да, я начал читать в интернете, лазил по всем сайтам, я там ходил, там читал, ну, вот я очень много перелопатил какой-то информации, я скачивал, мне на группе предложили диск со спикерским Вене Молева, я его послушал, и начал искать спикерские в интернете, да, одна из этих спикерских была Николай Голубей, который он представляется полностью, говорит, как себя найти, я, благодаря этому, то, что он полностью представился полным именем, я нашел его, обратился к нему и попросил его быть моим спонсором, он жил на Украине, ну, сейчас жил на Украине, и я попросил его быть моим спонсором, и он согласился, значит, он прольвал меня по шагам, по скайпу, это вот, спасибо скайпу, спасибо технологиям, да, что есть такая возможность на расстоянии, да, сделать шаги, работать с спонсором, это было, это было что-то новое для меня, с чем это было связано, у меня, несмотря на то, что я очень хотел больше пить, несмотря на то, что я очень испугался, да, там, я хотел решения, несмотря на то, что я, у меня действительно, как я на сегодняшний день понимаю, была готовность, да, у меня был наполнен стереотипами, да, то есть какими-то там представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо, да, о том, что там материальный уровень какой-то, и вот это то, что мне мешало работать с моим спонсором, да, то есть он на 12 лет мне младше, и он мог сбросить меня с телефона, да, вот мы договорились, созвон в 8, я звоню в 8-10, он меня сбрасывает, я звоню там в 8-05, он никогда не сделал, я говорю, нет, сбрасывает меня с телефона, меня это ужасно выбешивало, меня это просто, я, у меня, ну, руки тряслись от гнева, я думаю, ты пацан, ну, ты что, ты с ума сошел, ты забыл, с кем ты разговариваешь, ты что, не понимаешь, что это такое, кто это такое, ты же должен с уважением, хотя бы как, как минимум, как к старшему относиться, как минимум, да, как минимум, ну, я же как минимум старше тебя и умнее, там, да, я же там, и образование, то есть моя гордыня сразу голову подымала, да, я там вспоминал все свои заслуги, которых не было, вот, и слава Богу, что я, вот моя разбитость, алкоголь, моя слабость какая-то энергетическая, меня все-таки, я был сломлен, я, окей, я понял, я понял, дисциплина, хорошо, я понял, окей, звонок по времени, я понял, будем делать, хорошо, я понял, будем делать, значит, это были странные действия, да, напиши список всех людей, которые тебя обидели, напиши, промолись за всех людей, напиши молитву, молись, я говорю, я не умею, молись, как умеешь, да, молись технически, то есть если бы в тот момент я немножко был более наполнен силами, а не настолько разбит, да, я бы не стал этого делать, то есть на сегодняшний день вот то состояние не смирения даже, а капитуляции, да, то есть если бы я был немножко более энергичный, полный сил, я бы не стал бы это делать, я бы объяснил бы, почему я не хочу, что это неправильно, да, так как я был полностью капитулирован, смирившийся, да, и окей, молиться, молиться, бубнить там вот эти молитвы хорошо, прочитывать, я буду это делать, писать, писать, буду писать, там, становиться на колени в третьем шаге хорошо, да, то есть я до этого не имел никакого опыта молитвы, никакого, не то что молитвы, вообще религиозных мыслей, я не, понимаете, это вот, я впервые в 36 лет со мной кто-то об этом заговорил, да, то есть я родился в обычной семье, типично украинской, советской, комсомольской, коммунистической, я был комсомольцем, я был пионером, я в церкви обходил стороной, я в, это вот была область знаний, которая меня не интересовала абсолютно, да, то есть даже в самые разные периоды моей жизни это вот, ну, меня не интересовало, особенно я считал себя в силу того, что я там, психология близка к медицине, то есть я, ну, материалист, да, то есть я как-то все у меня укладывалось в рамки, рамки, вот такие, физики, математики, биохимии, биологии, и он, ну, слава богу, что мне вот мой спонсор Коля объяснил, что смотри, тебе не надо верить, тебе не надо вот, чтобы ты там верил и слеза катилась, достаточно того, чтобы ты допустил, можешь ли ты допустить, что ты, что у тебя нет решения на сегодняшний день для своей проблемы, я говорю, могу, можешь ли ты допустить, что есть некая сила, X, да, мы не знаем, как она называется, но у нее есть решение, можешь ли ты допустить, ну, могу допустить, ну, вот давай будем с этим работать, с этого простого начала у меня началось, да, давай, давай молиться, Коля, как молиться, он говорит, ну, как, ну, ты читаешь с листа молитв, вы читай, я говорю, ну, я же должен что-то испытывать, какие-то чувства, он говорит, не надо ничего испытывать, не надо ничего испытывать, не надо в себе прислушиваться и ждать каких-то там отзывов, да, просто двигайся вот вперед, да, Итак, шаг за шагом, действие за действием, он меня провел по двадцать шагам. Значит, у меня было порядка шестидесяти, там, пятьдесят семь, пятьдесят девять человек в резетментах, в обидах, да, и эти же шестьдесят человек, ну, почти все шестьдесят были у меня в девятых шагах. Девятый шаг это был очень неожиданный опыт, потому что пока мы работали с молитвой, с тетрадкой, с ручкой, да, там, даже там с написанием чего-то, это еще как-то я мог воспринять, да, но когда дело коснулось, иди к своему работодателю, и сделай мне девятый шаг, объясни, что ты ворвал аккумуляторы, что 37 лет таскал лампочки, что ты там, т.д. и спроси, как ты готов, готов ли ты компенсировать этот ущерб. Точнее, не готов ли ты, а да, что ты готов и что ли этого надо сделать. Пойди к своим сотрудникам и скажи, что ребята, все те разы, которые я был на больничном, на самом деле я был в запое, да, и вы работали вместо меня, да, вы ходили вместо меня, и вы меня заменяли, я вас обманывал, я вас там, да. Пойди к своим детям, да, дочке скажи свои, что я-то сказал тебе деньги из кошелька, что я плохой отец, что я там не даю тебе внимания, и так далее, и так далее, и так далее. Не надо было смотреть людям в глаза, да, вот в этом месте, когда программа поворачивает свое, так сказать, направление из работы с человеком, спонсором и книгой во внешний мир, вот этот переход был для меня очень непростым, но я, как говорится, на волне, на каком-то порыве, на ритме, да, вот я вошел какой-то ритм, да, делать, 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 делать здание, делать, делать, я в это вошел. Я сделал все 9 шаги, на сегодняшний день у меня закрыты, закрыты все 9 шаги, финансовые 9 шаги, я имею в виду шаги первого круга, да, у меня были довольно большие финансовые шаги, ну, в основном связанные с кажем на работе, были сложные 9 шаги, которые связаны были с тем, что я не знал, как компенсировать, и мой спонсор не надо компенсирует, как возмещать, да, и он обратился по цепочке к своему наставнику, он обратился там к следующему, и ответ пришел из Америки где-то там недели через три, да, и я вот по этому ответу я компенсировал ущерб. И вот в девятом шаге я на сегодняшний день мое убеждение, да, вот на 1 октября этого года я твердо убежден, что девятый шаг является индикатором готовности человека выздоравливать, готовности человека работать с собой, да, то есть писать таблицу можно себя заставить, да, можно себя заставить даже молиться по утрам, можно себя заставить там сделать пятый шаг, там что-то рассказать, да, то есть это все еще как-то вещи, которые, ну, камерные, да, ты работаешь там сам с собой с листом бумаги, но когда тебе предложено идти к людям, когда тебе надо смотреть людям в глаза, да, когда, так как я плакал в девятом шаге с дочкой, тогда я была 19 лет, это был один из самых тяжелых девятых шагов, я не думаю, что она что-то поняла из того, что я говорю, но я очень много понял, я очень много понял, я просто рыдал, да, вот я сидел, я давил, давил, я понял, какой, что я действительно был плохим отцом, ужасным отцом, и на вопрос, как я могу исправить эту ситуацию, она, по-моему, мне сказала, папа не пей, что-то в этом духе, но я в тот момент осознал весь ужас, да, весь, весь кошмар, как я родовал жизнь ребенка, мы потом, мы потом разговаривали с ней, ну, у нас с ней восхитительные отношения, это, это вот, мы познаем новое счастье, вот то, что я, те отношения с моей дочкой на сегодняшний день, это мое новое счастье, одно из новых, да, радостей моих, и вот она мне как-то потом сказала, папа, мне все время казалось, что я должна что-то с этим делать, с твоим, ну, я понимал, что тебе плохо, я хотела тебе все время чем-то помочь, это говорит ребенок одиннадцатилетний, это одиннадцатилетний ребенок, который приходил в школу, я прекрасно помню такие дни, когда она открывает дверь, заходит дома, папа дома, она начинала сразу плакать, просто, ну, она понимала, что если папа дома, то это беда, и в такие дни она звонила маме, мама говорила, уйди в дальнюю комнату и сиди, возьми что-то покушай, туда в спальню, уйди, закройся и сиди, пока я не приду, потому что папа бухой, папа все грешил 120 килограмм, папа может задеть, папа может толкнуть, папа может оскорбить, папа может просто там, просто папа воняет, в принципе, и он отвратительно выглядит, да, ходит там в трусах по квартире, ужасно не бритый, потому дочка иди прячься в другую комнату. Были девятые шаги такие, ну, вот маме, да, там, у меня с мамой были отношения, она на Украине живет, и у нее день рождения в районе Нового года, там, 29-го, по-моему, числа, то есть накануне Нового года, вот мы с ней общались раз в год, я ей звонил 29-го числа, говорю, мама, с Новым годом и с днем рождения тебя, она говорила, спасибо, сынок, и вот еще на год. Значит, на сегодняшний день, когда я ей позвонил, ну, мы с ней, я сделал ей девятый шаг, я, там, мы сейчас с ней общаемся, я на сегодняшний день звоню ей два раза в неделю, это тоже новое отношение, я вдруг познакомился со своей мамой, я вдруг познакомился со своей мамой, и она, одна из, вот, слов благодарности бесконечных, когда ей звонил, она говорит, ты знаешь, я жду уже тебя в воскресенье, когда ты позвонишь, у меня тебя не было 10 лет, и 10 лет, это много, это, ну, это большой промежутокремль, и я попрощалась с тобой мысленно, она не знала, что я, то есть она знала, что я пью, но она не думала, что я пью в таких масштабах, она просто считала, что я, там, занятой человек, что у меня своя жизнь, что у меня долго звонить, ну, какие-то иллюзии какие-то, да, что я, там, чем-то занят, важным, важнее, чем мама, я был гараном тем, что я бухал и жил своей жизнью. И вот то, что она сейчас мне говорит, что ты вернулся в мою жизнь, ты в ней есть, я знаю, что могу тебе позвонить, я знаю, что ты позвонишь, я знаю, что ты не пропадаешь, я знаю, что ты трезвый, что ты здоровый, мы говорим, там, о внуках, мы говорим о жизни, да, она мне бесконечно благодарит это, но сказать это в девятом шаге, мама был плохим сыном, я тебе 10 долбаных лет не звонил, мне было все равно, более того, я носил на тебя обиду, я ждал, что ты дашь мне денег, я ждал, что ты, там, будешь меня как-то поддерживать, ну, это было ужасно, то есть я в десятом шаге, я вот на сегодняшний день, ну, уже спонсирую людей, и я понимаю, что смысл четвертого шага, ну, как я, как я это понимаю для себя на сегодня, это вот увидеть, увидеть себя во всех жизненных ситуациях, и в ситуации с мамой, и в ситуации с работодателем, и в ситуации с детьми, увидеть себя везде, да, потому что так-то я был уверен, что я белый и пушистый, а все козловок, да, а тут посмотри, посмотри на седого отца своей жены, мне спонсор говорит, как-то он фотографию видел, отец моей жены белого цвета, как одуванчик, голова, он говорит, как ты думаешь, сколько седых волос на его голове из-за тебя? Я говорю, чувак, он в Киеве живет, какие седые волосы, о чем ты, ну, я вообще здесь при чем? Он говорит, тут у тебя дочка есть, представь себе, что она вышла замуж в 18 лет и уехала, я говорю, ну, представляю, представь себе, что она живет с мадуком, который бухает, а ты ничего с этим сделать не можешь, как ты себя будешь чувствовать? Что твоя дочка ежедневно приходит домой, где пьяная морда, агрессивная, раздраженная, может оскорбить, может, там, обидеть, да, даже дело не в том, оскорбит она или обидит он, а в том, что, ну, она несчастлива, она явно несчастлива, вот ты живешь, ты, там, 50-60-летний мужчина, да, и ты знаешь, что твоя дочка несчастлива, у этого, и у этого несчастья есть имя, Денис, да, у этой проблемы. Как ты думаешь, как он спал по ночам, как он жил, да, как он ходил там на работу? Я не видел этого всего, я всего этого не видел. Я в употреблении был уверен, что я пью, но это моя проблема, это проблема моей печени, это проблема моей тошноты, то есть я был уверен, что проблема, у химигории есть такое выражение, я боюсь сейчас его исказить дословно, ну, что это типа того, что проблема алкоголя, это проблема окружающих, проблема алкоголизма, что это такое? Вот я был уверен, что это, ну, что сутью этой проблемы является, там, плохой запах от меня, ну, я воняю, это, ну, извините, типа того, да, но не более того, то, что я поступаю как эгоист во всех ситуациях, то, что я во всех ситуациях поступаю так, как удобно и выгодно мне, то, что я во всех ситуациях где-то манипулирую, где-то шантажирую, где-то требую, где-то выпрашиваю, где-то просто там, то есть, ну, мир построен вокруг меня и вращается вокруг меня, я даже понятия этого не имел, я даже близко представить себе этого не мог. И то, что на группе, то, что вообще в программе, да, разговор быстро очень, вот не пить, перешел к эгоизму, я, ну, как-то немножко удивился даже. И на сегодняшний день я очень четко это понимаю, что эго, 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 эгоизм был симптомом моих проблем, что действительно вот этот мальчик самовлюбленный, из детства уверенный в своей особенности и все время ищущий какой-то особый путь, не готовый ходить на завод с людьми, там, да, вот весь город работает на заводе, я не пойду, я пойду, там, буду искать легкий путь. И вот эта фраза из книги, да, однажды он сделал выбор на основе своего эгоизма. Я прекрасно понимаю смысл этой фразы. Один из опытов, который мне подарила программа, я сделал девятый шаг к своему брату, у меня есть брат на 10 лет старше, живет на Украине. Значит, я сделал ему десятый шаг, девятый шаг, прошу прощения, и вот он недавно ко мне в гости приезжал. Значит, вот мне 40 лет, ему полтинник, почти там, скоро будет. И мы с подросткового возраста не общались. Вот как я уехал, мы с ним вообще не общались. То есть, я мог написать ему, там, с днем рождения, поздравить на Новый год, там, позвонить дежурными фразами, Миша, отравляю днем рождения, но мы не общались, у меня не было брата в жизни, да. И вот те три года, что я трезвый, и то, что я, как мог, мел свою сторону в этих отношениях, уделял ему внимание, общался, звонил, там, как-то. Это было нелегко, да, это не сразу пошло. Уколо трех лет заняло, что он увидел у меня другого человека. Вот он приезжал, мы неделю здесь провели, общались. Я впервые в 40 лет со своим братом, мы прохаживались по улицам, мы сидели на пляже, мы разговаривали за столом. Это было просто общение двух родных людей, да. И вот общаясь с ним, я увидел, что все то, что я на сегодняшний день познаю в программе, все то, что я на сегодняшний день, духовные принципы, самопожертвования, желание быть полезным, готовность помочь, в нем это все есть. Мне казалось, что я, вот я очень любил говорить, спасибо, программа научила меня таким важным вещам, там, да. Я вижу, что я бы, если бы я хотел, это все получил бы дома. У меня все, ну, подтверждением этому является мой брат. Он все это получил в нашей семье, в воспитании, да. То есть моя мама точно также научила бы меня любить ближнего и заботиться о нем. И точно также она пожертвовала свою жизнь для меня, там, да, и... То есть все эти базовые духовные принципы, они были в нашей семье. Но я однажды принял решение на основе своего эгоизма, что я этого всего не хочу. Я хочу какую-то другую жизнь. И пошел ее искать. И я это увидел в брате. Вот. Время. 55 минут я говорю, еще есть время. Значит, я хочу быстро рассказать, что было дальше. Значит, закончив этот круг шагов, повторюсь, значимым, основным для себя, я считаю, в программе выздоровления, именно в программе шагания, да, потому что это программа выздоровления для меня на сегодняшний день это не только шаги. Значит, это было размещение, размещение ущерба, да, вот те 59 шагов, которые я сделал, там 50 с лишним, они, вот в том месте я испытал духовное пробуждение, как и написано в книге. Оно не было вау. У меня не один прекрасный день, а вдруг там засветился, мир вокруг меня нет. Но вот, как обещано в книге, пройдя половину этого пути, где-то, где-то в середине вот этого всего, я стал выхватывать, вау. Значит, с спонсором у нас, с Николаем Глобием, мы расстались, он, это его, ну, в тот момент была такая методика, он проводит по шагам, потом говорит, ну, найди себе спонсора, с опытом жизненным, да, со сроком трезвости и, ну, наставника уже больше, да, значит, и подальше прошла моя трезвость, да, прошла мои, я взял одного спонсора, взял следующего, я пережил развод, значит, протрезвев, и будучи вот трезвый, я пережил развод. Значит, я, в случае, пережил развод. Я не пережил развод, как некое событие, которое там случайно случилось, я его инициировал. Я, будучи трезвый, вдруг решил, что у меня, я заслужил какой-то другой семьи, какого-то особо теплого отношения, больше секса, больше внимания, да, и я все еще не понимаю, что это мой эгоизм, мой алкоголизм нашел себе новый способ употребления, способ чувствами, употреблять чувствами, эмоциями, да, я свою дыру, которая, да, начал заполнять этой штукой. Я развелся с женой и около двух лет прожил один, ходя там на свидания, строя отношения там с разными девушками, и это был тоже очень тяжелый опыт, потому что я в полной мере почувствовал правление своей болезнью вот на всем этом, да, то есть я хочу, я куплю отношения, я подаю букет, там, десять роз, а ты не согласна быть со мной, я тебе двадцать подарю, я тебе пятьдесят подарю, я тебе денег дам, я тебе золотую цепь куплю, а мне нравится, я тебе телефон куплю, то есть я, я вот этот отрывок из книги про актера, да, и про два набора, два набора эгоизма, да, что он может быть требовательным, настойчивым, да, может быть мягким и уступчивым, вот я это полностью два года понял на себе, что я своего добьюсь, хоть мытьем, хоть катанем, хоть выклинчу, хоть выпрошу, а если не добьюсь, то ужасной депрессии, депрессии и боже, почему это, боже, за что мне это, боже, как это так могло произойти, я же весь духовный хожу на группы, как же так могло произойти, что же такое случилось, почему она меня не любит, я же хороший, вот один из вопросов, который задал спонсор, спонсор, объясни мне, я хожу на группу, я спонсирую людей, я же там шагаю, да, я там служу, я за ней красиво ухаживаю, я вожу ее по ресторану, почему мне так плохо, почему я так страдаю, он говорит, потому что ты не готов понять тот факт, что правильные действия не гарантированно тебя ведут к результату, то есть ты все делаешь правильно, да, да, ты все делаешь правильно, да, ты хороший, да, ты все правильно, но ты должен понимать, что жизнь такова, что не все будет, как ты хочешь, и вот этот момент и называется принятие, этот момент называется припоручение свою жизнь Богу, что ты будешь делать то, что ты считаешь нужным, но результат ты не заказываешь, что вот это и суть, когда ты в третьем шаге припоручаешь себя Богу, ты автоматически, ну, любой результат, ты делаешь действие, но чем это закончится, ты не знаешь, и ты должен смиренно это принимать, да, то есть такова это суть жизни, это вот это вот разные трудности, которые в жизни будут происходить, а не которые обязательно будут, как написано в книге, это и есть жизнь, и суть припоручения жизни Бога, вы именно в этом, в том, что ты не знаешь никогда, чем это закончится, и ты не должен, ну, ты не можешь, вот, подарил пять букетов розы, да, получил девушку, повел ее два раза в ресторан, получил девушку, сходил там пять раз на работу, получил повышение по заплате, это не, это не, ну, это же не Дед Мороз, который желание исполняет, это жизнь, и вот таким образом живя, да, посещая собрание, прошагал уже, уже сделал круг шагов, имея спонсора, служа, ведя группу, но по-прежнему все еще сильно страдая от алкоголизма, я пришел в состояние, что я трезво ищу куда вверху привязать, я прихожу домой в пустую квартиру, одинокий, ну, как бы я тогда считал, да, там, как-то скудно питающийся, потому что не умеющий по ни капельке организовать свою финансовую жизнь, я там разбрасывался баблом, что тут разбрасывался, да, в день зарплаты, там, первая неделя рестораны, девочки, цветы, букеты, там, да, а потом в две недели овсянка заваренная из чайника, там, да, и кофе без сахара, вот, и я обойтился к очередному человеку, спонсору, да, тут же в Израиле есть парень по имени Гай, он там в то время был 8 лет трезвый, ну, и сейчас, естественно, он там трезвый, я попросил его быть мой спонсором, он сказал, конечно, но условия еще круг шагов, и я согласился, я согласился, понимал, что моя жизнь, хоть я уже и трезвый, хоть я уже и, как бы, понимаю, в чем суть, но мне все еще плохо, да, и мы зашли с ним еще раз круг шагов, и здесь мы работали, вот он, я ему очень благодарен, он сумел мне это дать как объект для шагания, мы выбрали деньги, отношения, здоровье, да, то есть, ну, собственно, те стороны жизни, которые не алкоголь, которые не питье техническое, да, и вот мы еще раз писали, вот и шаг, еще раз делали девятый, еще раз делали пятерку, да, еще раз разбирались, еще раз погружались в это все, и я на сегодняшний день, я потом был еще круг шагов, да, то есть я вот так слой за слоем на сегодняшний день мог сказать, что я потихоньку отдаю Богу разные стороны своей жизни, я убедился, что здоровье, работа, отношения, вот на сегодняшний день вес мой, это все, это все вещи, которыми я не управляю, да, это все вещи, которые я могу делать только свою сторону, я могу соблюдать традиции, принципы наши, да, и дальше как Богу будет угодно, да, то есть, ну, вот, последний, самый, вот, самый свежий опыт на сегодняшний день я работаю с тем, что у меня проблемы со временем, у меня проблемы с планированием, я постоянно опаздываю, постоянно загоняю себя и спонсор, вот, нынешним и спонсором на сегодняшний день работаем с тем, что и время тоже я не управляю, Этим тоже я не управляю. Перед этим я тоже бессилен. Вот. Ну вот так вот. То есть я три круга шагов. Служение. Постоянный спонсор. Я спонсирую. Это то, что меня держит. Я не могу сказать, что у меня трезвая, как это правильно сказать, счастливая, стабильная трезвость. То есть у меня часто хорошее настроение. Ну даже так, оно в основном хорошее. Да. Я ображу улыбаюсь. Мне давно не тошнит. У меня там пропустился вес. Я вернулся в семью. Я с первого января этого года живу в семье. Да. После двух лет отсутствия. Я. У меня отличные отношения с женой, с дочкой. Да. С женой, с которой я два года разведен. У меня отличные отношения. Восхитительные. То, что я испытываю там вот с ней там в общении. Да. Это я. Ну. Я просто поражаюсь. Это потому, что мы с ней 20 лет знакомы. Да. У меня хорошее отношение там с ее родителями. Именно хорошее нетерпимо натянутое. Не какие-то там держащиеся на каком-то там. Да. Это просто вот что-то, что нормализовалось, настроилось и вот работает, как говорится. Да. В котором у меня есть моя постоянная сторона, которую я делаю. Да. Привнося наши принципы. Ну, я. Ну, это все настроено. Но так или иначе меня. Моя болезнь меня посещает. Посещает. С разных сторон она к меня приходит. То я упираюсь в управление временем. Ну, да. То есть, так или иначе какая-то из сторон моей жизни. Я вдруг решаю, что я могу этим управлять. Начинаю. Ну, в частности, у меня проблема. Ну, как проблема. То есть, у меня есть такая фантазия, что все в сообществе, все на нашей группе, все должны выздоравливать, так как выздоравливаю я. Должны хотеть то, чего хочу я. Они должны быть рады то, чему рад я. Они должны поддерживать меня. То есть, если я предлагаю, давайте пригласим спикера. То есть, все должны радостно соглашаться. Если они не соглашаются, я там сержусь, гневаюсь, обижаюсь. Да, хожу там, как мне недавно сказал Бликетоварь, ты ходишь там часто, как в новую-то ребенок. Я говорю, ну, я же чего-то хорошего хочу для сообщества. Они говорят, окей, ты хочешь. Ты хочешь. Это ты. Вот как только у тебя предложения начинают сформироваться со слова я, я хочу, я решил, я там, я все. Здравствуй, болезнь. Алло, болезнь. Ты решил. И ты, ну, ты не можешь решать для всех. Ты не можешь навязывать сомнения всем. Вот в эти места, в этих вот, в этих моментах я часто, как говорится, еще спотыкаюсь. Значит, я хотел коротко так акценты поставить на то, что для меня вот важно в моей трезвости, в моей жизни ежедневно. Значит, очень важно, я усвоил четко, что в нашем треугольнике, в нашей схеме, да, единственное служение выздоровления, это стороны, на которые я должен работать, на каждой из сторон я должен работать, что ни одна из сторон не компенсирует другую. Если у меня пробой по стороне личного выздоровления, то если я буду больше служить, это не компенсирует личную программу выздоровления. У меня был период, когда я служил, вел группу, вел наркологию, входил там в какие-то комитеты, что-то там организовывал, да, то есть, ну, очень активно был, но при этом я не дорабатывал там по одиннадцатому шагу, я там молиться мог забыть. И я к спонсору прихожу, я говорю, нифига не понимаю, я же весь в эй, почему мне так плохо? Ну, это как ты последний раз инвентаризацию написал? Я говорю, полгода назад. А когда ты последний раз одиннадцатый шаг сделал? Я говорю, не помню. Он говорит, ну, где твоя сторона выздоровления, на которой все это стоит? То, что ты активничаешь в служении, это здорово, это классно, но тебе не будет взаимозачёта, да, то есть, не будет такого, что там, а, окей, он молодец, он много служит, давайте ему простим, то, что он не делает одиннадцатый шаг, да, не будет такого. Значит, одиннадцатый шаг на сегодняшний день, вот я педантично его делаю, начиная с февраля, вот после этого разговора, делаю педантично одиннадцатый шаг, я медитирую два раза в день по пять минут, ставлю таймер, я пишу, не пишу, но я делаю одиннадцатый шаг, отвечаю на эти вопросы в конце дня. Я могу сказать, что этот период, вот полувода, семь месяцев, вот этих вот последних, это вот наиболее ровная, стабильная прежность у меня за всё время. Да, вот ни качелей эмоциональных, ни каких-то вот пробвалов, ни пробоин, ни кризисов. У меня вот бывает там, да, противостояния, бывают там какие-то конфликты, да, но вот по внутреннему состоянию вот одиннадцатый шаг и педантичности его выполнения, дисциплинированность, да, меня очень сильно вот выровняло. Вот я вот чувствую, что это вот прямо значимо меня наполнило. По наслужению я тоже хотел ещё остановиться. Значит, одиннадцатый шаг, да, я хотел добавить, что это некий скелет моего дня, да, вот это вот проснулся утром, сразу молитва, встал, делаю зарядку, для меня это тоже часть единостатого шага. Потом молюсь, покажи мне сегодняшний день, записываю, да, то есть покажи мне сегодняшний день, там, это, ну, чтобы что-то увидеть, надо записать. Я пишу, составляю план на день, ручка, бумажка. Стоит таймер на 4, на 4 молитвы в день, я вот езжу за рулём, пикает молитв, восстанавливаюсь, две минуты, выключил радио, выключил всё, в машине помолился. В течение дня делаю 10-ый шаг, там, даже по мелочи стараюсь делать. Спасибо, Коля, научил меня делать 10-ый шаг из-за ерунды. Вот он говорит, ерунда, мелочь, блин, подрезали на дороге, там, какая-то фигня, делай 10-ый шаг. Потому что потом, когда будет какая-то трудность серьёзная, тебя на автомате это вывезет, ты автоматически сможешь это делать. И так и есть. То есть, вот эти вот, делая 10-ого шага, даже по малозначимым каким-то поводам, я привык, ну, я выработался этот механизм делать 10-ый шаг. Я спонсирую людей, да, ой, я перескочил, делать 10-ый шаг. В течение дня я, в конце дня, я посещаю минимум 3 группы в неделю, я раз в месяц хожу в наркологию, значит, в конце дня я, я делаю 11-ый шаг, отвечая на эти вопросы, я сажусь медитирую. Вот, я стал часто вау выхватывать медитацию, я делюсь там с друзьями, с товарищами, что у меня какие-то образы приходят, какие-то блоки информации, я вот сажусь в медитацию, да, я встаю через 5 минут, у меня в голове какое-то знание есть, какое-то вот маленькое, ну, понимание, маленькое, ну, видение, да, вот я вчера буквально там новая, вот последняя, самый мой опыт медитации вчера, вчера вечерний, я увидел, что у нас в программе нигде нет слова справедливости, простое слово справедливость, ну, это не слово имеется ввиду, а термин, да, вот понятие справедливости у нас нигде нет, я вот встал, встал с медитации, с пониманием справедливости, нет справедливости в программе, полез в словари, полез в читатель, понял, что справедливость это что-то, что привязано к системе ценностей, то есть справедливость, она относительно чего-то, да, справедливость по закону, справедливость по, по каким-то церковным, по общечеловеческим понятиям. А у нас этого нет. Бог – это любовь. Бог – это принятие. Если бы мне раздавалось по справедливости все время за мои деяния, то есть было бы справедливо меня посадить в тюрьму за мои девятые шаги. Было бы справедливо меня не впустить назад. Вот с женами я когда развелся, я ввелся через два года. Это не по справедливости, что она меня приняла. Это по любви, это по принятию. Так вот и Бог, Он никакого отношения к справедливости не имеет. В моем нынешнем, в сегодняшнем понимании, это не справедливости. Это о любви, это о смирении. А справедливости – это что-то другое. Ну вот, так выглядит мой день, так выглядит мой единственный шаг, ежедневный. Значит, я спонсирую на сегодняшний день. Я очень верю в то, что опыт надо передавать. Я очень много времени посвящаю тому, что мы там в служении. Я в мое служение на сегодняшний день. Я схожу в комитет общеизраильский на русском языке. И я занимаюсь общением, ну, скоординацией со СМИ. То есть, мы пишем статьи в розетах. Уже там вышла статья. Мы занимаемся, я пишу письма на радио. Мы там плакаты вешаем, находим на столбах. Я очень верю в это. Я очень верю в то, что вот это вот, стараться нести наши идеи. То есть, я, когда искал АЭ, я искал в интернете, я искал его целенаправленно. Я считаю, что мы должны быть, мы должны маячить у людей перед глазами все время. Что человек, когда столкнулся с проблемой кроля, у него не должно быть, как это сказать, что делать. Он должен понимать, ну, как-то вот должно быть в подсознании сформулированном мнении. Ага, я что-то добился, пора, наверное, мне идти в АА. То есть, это как-то вот должно быть на уровне автоматического. Ну, мне так хотелось бы, мне так кажется, да, по опыту, там, как это в Америке, да, в Польше. Значит, наша группа, вот с тех пор, как я прошел шаги, да, я эту идею внес к себе на группу, прошагала. Значит, на сегодняшний день наша группа «Домашняя альтернатива», в ней собрание среднее 30-40 человек. Ну, 40, нет, ну, 30-35 человек. Много женщин, примерно половина, протезвевших, прошагавших. У нас действительно группа полноценная, как я считаю. Мы на группе говорим о шагах, об опыте шагов, о том, как это работает. Мы говорим о том, делимся именно опытом прохождения шагов, как это для меня... То есть, так или иначе, разговоры на группе, как 12 шагов работают для меня в моей жизни. Да, у нас есть... Мы делаем пятую традицию, мы клеим плакаты, у нас есть визитки, флайеры, мы все это несем. То есть, вот группа построена таким образом. Если вы помните, я сказал вначале, у нас было там 3-6 человек, на сегодняшний день 30+. Это все благодаря тому, что вот выздоравливающая группа, да, мы делаем пятую традицию, мы обслуживаем, наша группа обслуживает 4 наркологии, если я правильно сейчас посчитал в уме. То есть, мы ходим и проводим... Наш представитель ходит и проводит еженедельную группу, да, приходит в наркологию, соединяется кружочком и читаем, читаем наши вещи, рассказываем о себе. То есть, и эти люди потом идут к нам. За счет этого это все растет, за счет этого укрепляется группа. Значит, в завершение я хочу сказать, что это настолько важно для меня, это настолько вот моя жизнь на сегодня, да, это настолько вот интегрировано одно в другое, да, что вот и личное выздоровление, и служение, и желание помочь, да, вот возможность вам, да, делиться опытом. Я искренне верю в то, что это все был божий промысел, когда меня вот, да, вот, того умирающего парня это все спасло, да, отдало мне надежду. Я искренне верю в то, что мне это дано было с условием, да, я тебя оставлю жить, но при условии, что ты это будешь отдавать дальше. Что как только я перестаю это отдавать, как только я перестаю это условие выполнять, мне автоматически, да, мне, ну, могут. Ну, я не думаю, что Бог там наказующий и там заберет меня, там, убьет меня, да, я не, ну, это ерунда, я так не думаю даже. Ну, я, ну, я вот свято верю в то, что трезвость мне одна была с условием того, что я это отдам дальше, я в это вот искренне верю и как могу, как могу это, ну, это реализовываю. Ну, вот как-то так, по-моему, это все, что я вот хотел сказать, я вам очень благодарен за этот опыт, за возможность делиться, если бы, ну, если бы вас не было, кому бы я это все рассказывал, и я с удовольствием, я благодарю вас, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, я, если таковые будут, спасибо вам большое. Спасибо, Денис, огромное за твой опыт, за чудесное спикерское, мы тоже рады тебе, спасибо. Ребята, вопросы у кого есть, пожалуйста, задавайте, первый без единичек, следующий, кто хочет, поставьте единички. Можно я, Галина Алкоголичка? Пожалуйста, Галина. Денис, я не буду задавать вопросы. Можно я поблагодарю сейчас вас от всего сердца, я мать, да, за то, что сейчас вы просто подарили мне надежду, да. Сын мой трезвый, 10 лет в сообществе, и 10 лет у меня нет сына. То есть, ему очень плохо со мной, очень трудно со мной. И сегодня я сейчас услышала, что чудо возможно, да, и что, наверное, когда-нибудь я опять обрету сына. Спасибо вам огромное, Денис, за это, очень огромное спасибо. Мне очень приятно это слышать, и если каким-то образом личный контакт, если вы хотите там, да, связаться со мной, напишите мне, звоните, если сын ваш, ну, я не знаю, насколько он будет готов со мной общаться, насколько это интересно. Если я смогу быть полезен, как-то рассказать об этом, дело в том, что одна из вещей, которых я, ну, убедился в сообществе, да, у всех свой путь, у всех свои программы выздоровления. Я видел и 20-летних мучающихся, да, и год пробужденных, и там, людей, да, то есть, у каждого свой путь, но действительно, выход есть. Выход есть, и он очень во многом зависит от моей стороны, насколько я вот свою сторону, как говорится, мету, грибу ее, да, но выход, конечно же, есть. Спасибо вам за ваши теплые слова. Спасибо, Денис, а Инна, пожалуйста, за твой вопрос. Инна, тебя не слышно, ты можешь задать вопрос? Проверь микрофон, Инна. Денис, Инна написала, Денис, у тебя получилось объединиться с людьми, исчезло, чувство одиночества? Получилось ли у меня объединиться с людьми, значит, чувство одиночества у меня исчезло, мне по-прежнему некомфортно, часто мне некомфортно, так сказать, с нормативными, да, то есть, мне вот пойти с компанией нормативных ребят, там, где-то с кино, там, еще куда-то, я начну быстро утомляться от них. Но я не чувствую себя одиноким, это вот это глобальное, тотальное одиночество, которое я вот жил с ним, ходил с ним, его нет, и я, моя жизнь наполнилась, ну, у меня порядка 60-70 телефонов в телефоне контактов наших, это все мои близкие, так сказать, друзья, которые, я многих рад видеть, мы искренне, там, обнимаемся при встрече. У нас есть WhatsApp-группа, да, в которой мы, там, 110 человек или 115, я почти, там, ну, большинство из них я знаю, да, мы так или иначе общаемся, то есть, я чувствую себя в водовороте общения, да, вот, в водовороте общения, не в том понимании, то есть, если бы меня спросили 5 лет назад, да, то есть, что такое общение, я бы, там, ну, как-то сформулировал, это вот совсем другое общение, это общение, объединение, ну, мы объединены, вот, программы выздоровления, это, что называется, общая проблема, общие решения. Но, конечно же, не только об этом, да, конечно же, не, мы не встречаемся и говорим, там, о девятом шаге, нет. Мы встречаемся, трепемся, там, о женщинах, о любви, о деньгах, обо всем на свете, да, но, конечно же, мы объединены, вот, ну, в первую очередь, вот этим. И чувство одиночества у меня ушло, да, да, абсолютно. Спасибо. Спасибо, Денис. Валерий из ретрофлятора, пожалуйста. Добрый день, Денис. А, скажи, вот, работа по шагам и работа на группе, что тебе больше дает? Какая из этих работ? Именно по шагам больше ты получаешь? Или работа на группе тоже дает половину, скажи? Ну, как я уже говорил, спасибо за большой вопрос. Это вот равносторонний треугольник, который все-таки опирается на выздоровление наличное. Вот, будучи три года трезвый, в феврале этого года я пришел опять в очередной такой кризис небольшой, когда мне вот плохо. Да, я весь в служении, я весь в движении, там, да, весь активный, а мне плохо. И вот тогда мне спонсор говорит, а где твоя, где твоя сторона? Где программа, направленная на тебя? Что ты для этого делаешь? Я говорю, ну, я молюсь, там, углитоки. Это работало для тебя три года назад. Одно из вот этих вот, то, что, ну, программа личная, программа личного треугольника должна потихоньку расти. Ну, у каждого свое потихоньку, конечно. И то, что для меня работало в первый год, в третий год уже не работает. И вот в конце, там, ну, вот 3,7 уже не работает то, что работало, там, полгода назад. Да, то есть, если мне раньше хватало, там, медитации на 2 минуты, 1 раз в 3 дня, то сейчас мне, вот, ну, надо больше, надо больше. Точно так же, как росли дозы. Одна из аналогий, которые меня научили, дозы употребления росли у тебя, да, ты... Вот как ты пил, так и надо выздоравливать. Если ты бухал ежедневно по несколько раз в день, значит, должно расти и количество выздоровления твоего. И, конечно же, это односторонний треугольник, да, если какую-то сторону из них забить, если я перестану ходить на группы, то я могу медитировать хоть до позеленения, да, но мне единства у меня не будет, мне надо идти к людям, мне надо идти к людям, мне надо видеть новичка, мне надо видеть своих, мне надо обняться, мне надо взять за рот и помолиться, да, это мне необходимо. Точно так же служение. Я могу, опять же, медитировать в темных комнатах со свечами, но при этом ничего не делать для сообщества, которое спасло меня. Я уверен, что то же самое. То есть, это равносторонний треугольник. Я на своем опыте незнакратно убеждался, что одна сторона не компенсирует другую, и одна сторона не заменяет другую, да, то есть это должно работать. Это моя, ну, ответственность, работать по всем этим треугольным сторонам. Я надеюсь, я ответил. Спасибо. Спасибо, Денис. Я тоже единички поставил. Меня вопрос в последнее время очень сильно волнует. Я услышал, что в Израиле есть группы на трех языках, да, насколько я понял. Это русскоговорящий, иверитый и английский. Был ли ты на группах, говорящих не на русском языке, и не возникало ли ты ощущения, что они там какие-то, может быть, немного не такие, что они, конечно, ребята молодцы, но как мы славяне, они никогда не бухали. Значит, я был, да, спасибо большое за вопрос. Значит, английский у меня настолько слабый, что я не был на язычных группах. Я был на группах на иврите, я был на группах на русском языке в других странах, ну, не в других странах, я на Украине был и по Израилю был на разных группах. Основная мысль, вот, на моё убеждение, все группы разные. Все группы разные, где-то больше выздоровления, где-то меньше, и нету зависимости от, ну, так как пьют израильтяне, как оказалось, да, ну, вот, те, которые приходят на группы, то, что они рассказывают, это можно с ума сойти. То есть мне, вот эта иллюзия, что русские пьют так, как пьют другие, это фигня все, да, так как пьют ирландцы, так как пьют канадцы, ну, они умеют пить, как говорится. И более того, на сегодняшний день я убежден, что это не о пить, да, это не про пить, это про эгоизм и о центризм. И каждый свой эгоизм, там, душит, да, кто обухлом, а кто чем, кто казино, кто, ну, другими какими-то зависимостями. Я абсолютно убежден на сегодня, что, ну, механизм один и тот же, да. Конечно, идентификацию мне легче поймать с русскоговорящим, славянской внешности, пившим водку, да, с ним я поймаю идентификацию. Но все, ну, люди, как говорится, все одинаковые, независимо от языка и страны, и происхождение. И, а группы разные, да, где-то больше выздоровления, где-то меньше. У нас был такой опыт, я служил тут еще в одной группе, служил так, как я в это верю, да, там, говоря о шагах, говоря о выздоровлении, и меня попросили оттуда. Сказали, нам это неинтересно, это секта, это, ну, мы хотим душевно плакать, мы хотим прийти на группу и душевно общаться. А вот это вот опыт шаговый, все остальное, нам это не нужно. И на полном серьезе, как бы, да, эта группа сейчас там, ну, я там не был давно, уже я не знаю, чем они занимаются, но вот на полном серьезе меня попросили оттуда. Сказали, вот ты и тебе подобные навязывают свою точку зрения на выздоровление. Так что, ну, вот так вот, вот такой вот у меня опыт. Спасибо. Спасибо, Денис. Наталья, пожалуйста. Денис, спасибо тебе за спикерская, за твой опыт. Я услышала, ты как-то мельком обмолвился, что ты забываешь одиннадцатый шаг. А делаешь ли ты, вспоминаешь ли ты об одиннадцатом шаге именно утром? Вот именно тогда, когда нужно быстренько-быстренько на работу собраться, привести себя в порядок, вот с этим, как вечером-то попроще. А утром как ты с одиннадцатым шагом? Спасибо. Спасибо за вопрос. Одиннадцатый шаг – основная тема на сегодняшний день. Значит, я об одиннадцатом шаге действительно забывал. Это была какая-то опция в моем понимании, да, что вот это важно, это важно, а это как бы опционально. И вот, как я уже несколько раз говорил, с февраля этого года, после разговора со спонсором о том, что личное выздоровление и в моем, так сказать, положении, и в моем, это и есть одиннадцатый шаг на сегодняшний день. Значит, день, мы на сегодняшний день были и так, да, я просыпаюсь, сразу короткая молитва, сразу еще даже в сознание не пришел, делаю зарядку, там, легкий завтрак, я стараюсь следить за питанием, там, кашки всякие, вот. И после этого медитация, значит, мне часто хочется подольше полежать и потом побыстрее бежать на работу. Но я знаю, что это опыт, это рецепт плохого дня. Этот день, скорее всего, пойдет потом в раздражении, в недовольстве и в каком-то таком внутреннем бурчании, да. Значит, потому я стараюсь, у меня стоит будильник 7.45, мне на работу на 10, да. Я знаю, что вот в 8 я уже должен стоять, в 8.30 я уже должен там стоять на коленях, выбираю. А если я из этого ритма выбиваюсь, то я потом сам истрадаю. Я очень недисциплинированный человек, у меня стоит куча напоминалок в телефоне, я часто, я уже говорил, что у меня проблема, вот на сегодняшний день, я пытаюсь, ну, я постоянно везде опаздываю, я людям говорю, приду через 10 минут, прихожу через 40 минут, у меня что-то вот у меня с этим напряглось в последнее время. И, конечно же, есть проблемы с 11 шагом утром. Но я, насколько я вот могу, я педантично этого придерживаюсь, утром, медитация, встал на колени, читаю секцию 11 шага, покажи мне, дай мне интуитивные мысли решения, покажи мне твою волю для меня на сегодня, дай мне все, что необходимо, да. То есть я очень верю, что вот эти все формулы, они действительно действующие. Одна из вещей, которые я вот открыл для себя недавно, у меня была молитва написанная, я молитву свою написал и с листа молился. Она состояла из молитвы третьего шага, седьмого шага и единнадцатого шага. Я это читал с листа, стоя на коленях. И писал это на свое понимание, да. То есть мне спонсор сказали, состав своими словами по шаблону, ну, вот по вот этой идее основной. Я заметил, что я, оказывается, когда я составлял молитву, написал, дай мне силы для решения моих проблем, да, покажи мне интуитивные, дай мне вдохновение, интуитивные мысли решения, дай мне силы для решения моих проблем. А недавно до меня дошло, что для решения моих проблем нужны не только силы, нужны силы, деньги, время, какие-то обстоятельства, да. То есть в книге написано, и дай мне все, что необходимо для решения моих проблем. Мне вот прямо как озарение какое-то просто, я думаю, блин, он мне все даст. Бог может дать мне все, что необходимо для решения моих проблем. Если для решения моей проблемы нужны деньги, то он мне их даст. Если для решения моей проблемы нужны какие-то обстоятельства, чтобы Вася встретился с Петей, между собой договорились, то он это сделает. Я должен просить именно о том, что дай мне все, что необходимо. Это вот новый опыт мой, довольно свежий. Я прямо вот увидел это, что могущество моего Бога, в которого я верю на сегодняшний день, оно настолько велико, что Он действительно может мне дать все. Просто я должен уметь этим всем работать, и я только учусь это все делать. Но это была для меня большая новость. И потому утренний одиннадцатый шаг, я повторюсь, сложно. Мне часто хочется лежать, мне часто хочется бездельничать. Я залипаю в социальных сетях утром иногда, но я как могу с этим работать. Это направление моего самодисциплины, это направление для моего роста на сегодняшний день. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Денис. Время нашего собрания подошло к концу. Светлана, пожалуйста, вопрос. Да, спасибо. Денис, большое спасибо за спекерство. Спасибо. По десятку. Вот все-таки чуть-чуть, да, вот мне очень понравилось. Сказал, что ты делаешь десятку прям, ну, значительный, незначительный. Чуть подробнее, потому что, ну, я не знаю, у меня, к сожалению, чуть-чуть я, наверное, недорабатываю, потому что у меня там что-то такое должно произойти. Ну, что-то такое, ну, не то, что прям совсем критическое, но, вот, не знаю, волнительный как минимум. Спасибо большое. Пожалуйста, спасибо. Спасибо за вопрос. До автоматизма, да, это то, что тебя будет спасать. И он мне заставлял, буквально мне заставлял, вот, на созвоне международным. Как дела? Да, нормально. Как день пошел? Хорошо. Что было интересного? Да, вот на работу пришел, десятый шаг, позвони кому-то сделай. Значит, я говорю, да, ну, что, десятый шаг, что я буду из-за ерунды? Нет, позвони. Значит, с чего для меня начался десятый шаг? С того, что у меня спонсор заставил взять пять человек, да, с группы, предупредить их, что я буду им звонить по десятому шагу и звонить, даже если этого десятого шага нет. То есть, нет ничего спокойного, просто позвони. Просто позвони, пусть человек привыкает к тому, что позвонит. И вот на сегодняшний день у меня есть вот эти пять человек, ну, не там, три, не пять, но это люди, которые мне готовы ответить не один, так другой, да. Я не звоню им просто так, потрепать им, коррекционирую там, да, это люди, которые у меня, так сказать, готовые на звонок. То есть, если я звоню, они отвечают, если человек не отвечает, я понимаю, что он, ну, очень занят. Отвечает, у нас есть ключевое слово, десятый шаг, он и третий, слушаю. Я испытываю раздражение, потому что на работе, там, босс вот так вот так сказал. Все, спасибо, любим, робный, робный, слушай, слушай, все, отбой. Меньше минуты, меньше, там, полминуты. После этого сразу же стараюсь, там, да, уделить кому-то внимание, переключиться, звоню, там, кому-то, как дела, там, уже, ну, полезность свою включаю. Вплоть до того, что бывают такие, ну, вот, если это суббота, например, ну, вот, сделать десятый шаг и пошел лестницу подметать в подъезде. Взял тряпку, пошел, там, мыть посуду какую-то, да, то есть, конечно, я стараюсь быть полезным алкоголиком какому-то, но могу и вот, ну, вот в таком виде это все сделать. Действительно, доведенный до автоматизма десятый шаг, у меня был момент, я не получалось у меня отследить, то есть, я находил себя в состоянии жуткого стресса, да, я в конце дня хожу раздерганный весь и понимаю, что я полдня, то есть, я вот тот момент, когда он, десятый шаг, когда ситуация только появилась, я его уже пропустил. И вот, у меня был такой момент, что меня спонсор заставлял, отслеживай, отслеживай, да, вот, в этом шаге написано, мы продолжали наблюдать за эгоизмом, эгоизмом, свой корыстием, да, там, я сейчас не вспомню цитату дословно, продолжали наблюдать. Вот это то состояние, в котором я учился жить, наблюдать за собой, чувствую, растет во мне говно, да, вот, поднимается во мне что-то, и я еще даже не могу понять, что. Было, мне часто бывают ситуации, кто-то мне там скажет какую-то там, да, я пошел дальше и раздражаюсь на как будто что-то другое в течение дня. А вот то было триггером, вот тут первый, первый разговор был источником этого, да, и, Боже, помоги мне увидеть, помоги мне видеть, что мне мешает. Я останавливаюсь, в пятом шаге написано, да, в течение дня мы делаем паузу, просим Бога, там, да, направить наши помыслы, вот. И я останавливаюсь, Боже, покажи мне, покажи мне, что мне мешает, помоги мне видеть, что меня выбивает из ритма дня, да, помоги мне. И, ну, показывают, а если не показывают, то, по крайней мере, я начинаю с этим работать. Одна из вещей, которой я на сегодняшний день свято верю, в то, что это мой выбор, да, или я хожу раздраженный, недовольный, или я что-то с этим делаю. Дело в том, что если я вошел в мир Духа и живу в мире Духа, так сказать, да, живу полезностью, живу самоотверженным трудом каким-то, да, то я, у меня в этом состоянии нет проблем, в этом состоянии у меня нет переживаний, у меня нет моих проблем, потому что я живу проблемами другими. Как только я включился в какое-то раздражение, переживание, недовольство, то все, я выпал из этого состояния, я уже живу, я уже поверился в болезнь свою, и потому я на сегодняшний день понимаю, что это моя ответственность выходить из этого состояния. Это не просто, а ладно, раздражение не такое, сильно я похожу в нем, я ответственен за то, чтобы выйти из него, это моя чистоплотность, это моя психологическая культура, что ли, да, то есть если меня сейчас позвонит подспонсорный, а я как комок нервов, да, или там на жену на речу, ну где мои духовные принципы, да, где моя там толерантность, терпимость, если я на него кидаюсь, значит, я, ну, это идеальная картинка, я вам рассказываю, у меня это получается, ну, не всегда это получается, бывает, ну, бывает, конечно, я вываливаюсь из этого всего, но это то, к чему я стремлюсь, насколько я могу, да, вот быть вот в этом состоянии чистого какого-то разума, и, ну, вот как-то так, спасибо. Спасибо. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Да, огромное спасибо, большое спасибо. Спасибо, Денис, еще вопрос в чате, можно ли тебя добавить в друзья, насколько я понимаю? Конечно, конечно, меня, я готов, ну, я есть в фейсбуке, я есть, мы напишу, вот, вот я пишу в чате мой телефон, Это мой телефон международный, я в WhatsApp, я в Skype, я, ну, везде, да, то есть, обращайтесь, пишите, у нас есть группа, которую я администрирую, там, 100 человек в WhatsApp, это ссылки ежедневные, я там пощу, тоже там у меня есть пост такой, ну, это, ну, кому-то интересно, я добавлю, ну, если это кому-то интересно, ну, то есть, я, я только рад буду, если я кому-то буду полезен, да, и, ну, Ну, это, ну, наполняет меня. Вот, спасибо. Спасибо, Денис. Я предлагаю закрыть сегодня собрание. А, вот, Ирина, пожалуйста. Спасибо, ну, у меня немножко частный такой вопрос, огромное спасибо за спикерское, вообще, настолько все это сбылось, особенно про то, что недостаточно, да, там, пройти, как, ну, каждый раз, можно совершенствоваться в программе, да, у нас брат есть на планету, ходит, вот, что там в Skype, не пойму, где она, на собрании сейчас или нет, может, ну, вот, ты сказала, что можно дать, в срыве сейчас, телефон, да, или в Skype? Мой телефон, человек, который сейчас в срыве. Да-да-да, ну, не телефон, а ВКонтакте, Skype. Ну, можно, я не знаю, насколько это, конечно, поможет, я, ну, если это нужно, конечно. Я, ну, я, честно, да, я, у меня нет опыта 11-го шага по Skype, я не знаю, насколько это, может быть, эффективно и полезно. Ну, я готов, ну, на уровне готовности, конечно, я готов, я готов ему звонить, если нужно, я позвоню за свой счет, ему даже на мобильный телефон, если это нужно. Ну, если, если он готов меня слышать и говорить со мной, конечно. Спасибо, просто, как бы, он обращается, а я женщина, а чем? Я понимаю, ну, да, да, более того, я же говорю, я, я за того, что я все время с мобильным телефоном и WhatsApp, и Viber, и все, сейчас можно звонить, то есть я готов звонить, я, будучи за рулем, да, ну, это все не проблема, да, то есть, слава Богу, мы живем в таком мире, в котором уже технологии позволяют общаться, ну, вне, вне, вне расстояния, так сказать, да. Спасибо. Спасибо, Денис, а еще один вопрос, Ира. Привет, Денис, спасибо тебе большое за спикерское, действительно вдохновляет, несмотря на то, что ты мужчина, очень много общего нашла в плане выздоровления, а вот ты так смело даешь свой телефон, скажи, у тебя есть опыт маниакально-депрессивных людей, звонивших, которые, ну, рекомендации не выполняют, но без конца звонят и сливаются, и говорят, что вот у них такие проблемы, и в то же время ничего делать не хотят. И вот как ты поступаешь с такими людьми, если звонят, и вообще твои действия? Спасибо. Спасибо. Есть такой опыт, мне звонят, мне пишут часто радости всякие, мне часто оскорбления всякие пишут, да, именно наезды на... и программного толка, так сказать. Ну, я таким людям просто стану, ну, я готов с такими людьми говорить один раз, да, меня, вот опять же, научили, что человек, который в употреблении, я готов с ним говорить один раз о программе. Если он не готов, ну, как бы, да, там, не следует моим рекомендациям, а хочет просто, там, ему, чтобы мы слезы вытирали, просто разговор, я не готов с таким человеком общаться. Я, по одной простой причине, я не пальну, ну, это пустая трата моего времени, я могу быть полезен кому-то другому. Вот то, что я говорю, что я даю всем телефон, в это время кому-то действительно я, может быть, нужен буду, да, я буду час кого-то там выслушивать, разговаривать, кого-то, кто, ну, просто потрепаться, как говорится, да. Поэтому я готов уделить внимание один раз такому человеку. Следующий раз, если я вижу, что он опять о том же, да, ни о чем другими словами, то я больше не трачу на него свое время. И точно так же, если приличных встречах, да, я иду на двадцатый шаг, встречаюсь, да, конечно, приходи, приду, приеду. Но если я вижу, что опять это ни о чем, ну, то есть человек не готов что-то делать. И вот это состояние капитуляции, состояние готовности, состояние ответственности делать что-то со своей жизнью, да, это что-то, чего у меня нет для другого человека. Да, то есть это то, что человек должен принести с собой. Если в нем этого нет, ну, алкоголь умеет ждать, как у нас говорят. У меня были подспонсорные, которые уходили после четвертого шага, после девятого шага уходили. И я ничего с этим не могу сделать, да, то есть, ну, я буду отдавать тому, кто это готов слушать и кто это готов взять. А кто нет, ну, тут это не ко мне. Да, я не истинно плач, я не частный психолог, я... И у меня просто этих знаний нету. Я не обладаю этим, ну, вот, достаточным ресурсом времени и терпения, чтобы вот просто выслушиванием помогать людям, да. Спасибо, я надеюсь, я ответил. Хотя меня это... Спасибо, Денис, как ты сказал, я не стена плача, да? Да. Он действительно, да, так здорово сказал, спасибо. Угу, спасибо. Спасибо, Денис. Вопросов больше нет. Мы тогда закроем собрание, если будет желание, Денис может остаться с нами в чайной, и я думаю, наверняка вопросы еще будут. Так, в завершении нашего собрания, позвольте зачитать обещание девятого шага нашей программы. Если эта фаза развития болезнена для нас, мы будем удивлены, когда половина пути окажется позади. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем... Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...